здравствуйте друзья доброе утро хотелось мне поговорить сегодня на тему о том как важно иногда в жизни быть хорошим ведомым знаете мне например я считал что очень трудно потому что я привык как бы сам вести да вот уже насколько господи уже несколько десятков лет я в бизнесе люди вокруг я я как бы путь показываю там провожу по маршруту и так далее и когда начинает кто-то что-то рассказывать я слушаю у меня сразу раз побежала побежала тут отрезать там среды здесь проскочить тут еще что-то эти мозг начинает крутиться как сделать лучше еще до того когда слушал что он там говорит понимаете я и я за собой знаю поэтому когда например год назад уже полтора я взял сахудить там без терять с этом диетологом у меня основное сомнение было в себе я думал смогу ли я вот сейчас мне как скажут делай вот это я смогу и помимо того что я вес этот потерял но я был очень рад что был состоянии быть хорошим ведомым потому что я абсолютно не был уверен что у меня это качество как-то сохранилось хотя когда-то было я же там не всю жизнь там за начальник это был вот и это хорошо потому что когда есть кто-то кто знает и ты ему говоришь веди меня и это деньги платишь там как например в нашем случае если если человек ко мне приходит и видеть вот студент я не говорю там на форумах на соцсетях нет ну вот пришел учиться могут виде заплатил про значит но уже давай уже такой же слушай и хочу сказать как сложно ты не то что сложно просто невозможно невозможно и вести человека который не слышит не слушает у него свои идеи и он все делает не так и каждый раз когда ты ему говоришь ну вот надо вот так он тебе начинает говорить 100 причин почему надо не так и проблема в том что он просто не понимает вообще о чем речь знаете вот например для примеров много вот просто не понимает приехал из другой страны никогда этим не занимался вот ему говорят делаем вот так причем он же пришел я жива не искал нигде я же не то что к нему пристал и говорю иди сюда давай деньги там нет он пришел откуда-то пришел какие-то знакомые где-то он слышал учетом пришел он пришел и он как виде казалось бы но на самом деле этого не получается на самом деле он начинает а у меня есть идея причем эта идея у него есть абсолютно любом поводу и сложно я не знаю вот сколько я народу встречал с этим делом не способных к тому что чтобы быть ведомым вот столько столько абсолютных неудач нельзя вести есть такая притча я ее раз сто наверное читал там слышал в разных ситуациях на разных семинарах но вот притча о том что к японскому какому-то там учителю приходит молодой человек который уже там он ходит по учителям с этим учителем полгодика с тем учителем годик мудрости набирается я не знаю чем они их там учат в японии ну чему-то учат может быть борьбе какой-нибудь я не знаю или там техникам каким-то управление собой во всяком случае приходит он к учителю и тот ему год ну вот расскажи как ты что и он начинает рассказывать и рассказывать и рассказывать и это он знает это он знает это он умеет это он умеет и в это время учитель значит чик чайку наливает себе чашечку ему чашечку и вот значит он говорит говорит и тот ему в это время наливает чай в чашечку и в какой-то момент чашечка наполняется он продолжает наливать значит соответственно чай разливается и молодой человек и могу это учитель говорит он отвечает разливается куда же ты льешь а тот ему говорит так и я жгит об этом в пустой сосуд год можно налить а когда он полный то зачем то есть грубо говоря вы не можете прийти с полным сосудом искать налейка мне сюда вот по полный да он уже полный поэтому если ты полный сосуд иди вот и и делай что надо но это этого тоже не происходит вот казалось бы ты такой полный ты там и все но пойти получить результат тоже они не могут получается они сами не могут потом они приходят за помощью и тоже не могут и есть ситуации понимаете есть просто ситуации когда лучше лучше самое безопасная стратегия это просто идти вот там клином вот идет клин встал туда и идешь вот допустим когда мы едем по дороге и скажем превышаем скорость что бывает известно что когда полиция берет того кто превышает скорость но не вот на такой улице как у нас тут час а допустим на хорошем хайвее вот у нас тут серьезный такой скоростной фривей который идет номер пять который идет туда на лос-анджелес и вот там лютую обычно и как полицейский берет человека который превышает скорость идет группа они здесь называют так нет такой так как стая вот идет такая стая и они все превышают что делать бедному полицейскому он берет либо того кто спереди либо того кто сзади но там стал сзади и давай ему мигать или там спереди встал и давай его сторону забирать но если ты в середине этой стаи этого так вот то у тебя шанс попасться вот на на штраф они практически никакие то есть иногда очень важно встроиться в этот так искать я в я в группе иду вот я тут не спереди стою не сзади стоят так тихонечко стал и вместе со всеми иду вот и глядишь там какая-то с этого польза происходит а если вы наоборот стать сейчас стану впереди всех и они за мной гонка за лидером знаете так попер вот лидера тебя первые шлепну так что я так с улыбкой в принципе но иногда бывает жалко и вроде сможет чек нормально такой ну хороший как бы но не в состоянии он это как болезнь вот даже не знаю с чем сравнить а вы наверно видели таких людей чего я вам рассказывал но в общем то я думаю что есть смысл просто на себя посмотреть со стороны и искать вот я в состоянии а может быть даже пойти попробовать сделать чем но такое что важно что хочется сделать если она вам не важно вы просто бросить не знаю какой-нибудь курс записаться или там какой-то небольшой подвиг там на себя взять но так чтобы с учителем с лидером вот я я думаю почему так бывает может быть просто как бы не воспринимается учитель как учитель как носитель какого-то знания зачем ты пришел тогда я не знаю логически логически не получается это все осмыслить у меня вас иначе не получается я думаю что это больше как просто устройство человека дизайн такой ой господи я просто вчера тут побеседовал с человеком который вот такого плана и вроде взялся там что-то делать а дальше норовит нами руководить вот я я там поправлял резюме вчера человек этот человек меня довел просто вы не писать и до белого колени значит каждый каждую буковку которую я исправляю значит а я знаю что делаю друзья я я 25 лет этим занимать я я когда до резюме доходит я такой перфекшен если себе представить не можете я ни одной буквы там не допущу чтобы она не на месте стояла хотя в целом по жизни я так больше на на big picture смотрю но к резюме это все это я как нации настоящие этом тебе вообще и вот я там правлю чего-то и чек который вообще не понимает ничего ну то есть сказать что 0 это сделать комплимент человек из другой страны и все при и все аргументы будет а вот в нашей стране там я страну не буду называть ее все знают вот маленькая но блин кстати есть такой анекдот я вам расскажу как спрашивать там скажите как израиль большая страна или маленькая таки маленькая нет нет было бы маленькой называлась бы изя эти а так большая в общем короче все примеры и значит из жизни драм других стран и как дать такое ощущение что мне больше надо но мне конечно надо я конечно хочу чтоб чек работал ну что же он пришел и уже все но я думаю их подумалось мне что ж так-то у у у диккенса у чарльза диккенс я когда-то очень увлекался знаете в школьные годы я 30-томник был в школьной библиотеке так я его весь прочитал ну там может быть не весь там пару томов с письмами было последние письма не стал читать может быть сейчас бы надо было письма почитать а тогда вот читал просто все что попало по моему барнеби рач по моему это было ну неважно в общем там два мужика беседует и один говорит я запомнил вот с подростковых лет в этот вот этот разговор там они беседуют и один говорит там про какого-то третьего человека он говорит что этот чак но просто себе враг вот он себе враг и 2 могут но послушай человек не может быть себе враг человек себе друг это как всегда так тот говорит я согласен с тобой но бывает что он себе такой друг что смотришь со стороны ну чисто враг и вот примерно вот такая же ситуация ведь как она запала тогда и вот вдруг сейчас вышло у меня поток сознания же не писал там сценарий для нашей беседы но просто якобы переосмысливаю перед переживаю вот это вчерашнее общение я не знаю что будет вот вроде бы вроде бы при всех так сказать казалось бы позитивных обстоятельствах но вот такое не прохождение когда ты не можешь общаться с другими людьми и не можешь с ними коммуницировать коммуницировать причем с теми которые тебе помогают как бы чтобы лучше было тебе и тогда получается что я не знаю я с интересом понаблюдаю чё там дальше будет получаться но я хочу сказать что у нас были такие ситуации не часто кстати это не часто но вот в такой степени я не помню чтобы что-то закончилось элементарно прилично то есть как-то мы будем надеяться будем надеяться что прорвется я не знаю эх друзья возвращаясь к теме ведомости вообще задумайтесь над этим делом вы можете сказать а я не из маленькой стороны а я из большой такой она жила в большой понимаете маленькой это такое временное состояние духа ведь она ж там больше уже не живет поэтому да я тоже из большой ты вполне мог бы оказаться и в маленькой так что тут знаете как никогда не знаешь какой окажешься да для иммиграционного канала это очень правильная мысль ну хорошо значит утречка я сегодня снова поеду в компанию мерседес бэнс не договорил там со всеми с кем было надо вчера насчет практики для наших студентов там проторг людей с разным интересом вот я сейчас заеду в офис там дыр-пыр а потом поеду снова так что надо не мешать не сопротивляться надо дать возможность тем кто пытается текуять приткнуть по жизни ну чтоб они уже тебя приткнули начали уже приткнись а там будешь потом у света была подруга но у нас обоих была подруга вы кстати видели и у нас на канале я не буду пальцем показывать но она у нас тут бывал вот эта подруга мы еще в москве жили она была ну молодая женщина это было лет не знаю 27 28 и как бы пора бы уже замуж и она как бы хотела но ну как почему ее знакомили несколько раз с разными людьми и она каждый раз что-то такое учинял а значит одному она сказала что вообще-то правильно чтобы в семье женщина не работала хотя она всегда работала и пахала и и до сих пор работает на эти уже наших лет жизнь чего она и сказал и ему это сказала значит но и вот после этого разговора когда она сказала а он кстати потом замминистра стал вот этот вот так света ей говорит знаешь ты сначала замуж выйди а потом уже говори что ты работать не хочешь вот так и так и так и так и учить меня учи это то я же быть не соображаю вот так что вот такие такие есть так что сначала дайте люди чтобы они вас куда-то устроили уже там или там помогли как-то а дальше уже будете говорить что вы сами что она вам и не нужно было что и вообще вот но потом давайте потом да скажите если бы я сам делал было бы еще лучше вот но но потом хорошо все друзья я приехал на работу и мы с вами прощаемся окей счастливо